Объем внешних инвестиций вырос на 27,3% и составил 132,3 миллиарда тенге. Введено в строй 450 тысяч квадратных метров жилья, строятся и обновляются социальные объекты. Развитие региона продолжается комплексно и согласно графику. 13 июня исполнился ровный год, как Аким Западно-Казахстанской области назначен Галий Скалиев. Каким был этот год, в каких сферах проявил себя новый глава региона, каковы первые итоги и прогнозы на будущее? Подробнее в сюжете. Если начать по хронологии, то буквально через две недели после официального назначения Галий Скалиев отчитался перед президентом страны Касым Жумартом Тукаевым о социально-экономическом развитии региона. Глава государства поручил новому руководителю улучшить работу по седьмому направлению платформы «Сильные регионы. Сильный Казахстан». Экономист по образованию Галий Скалиев с этого и начал, тщательно формируя бюджет, следя за эффективным использованием средств, уделяя особое внимание социальным вопросам и трудоустройству граждан. Масштабы видения области у руководителя во всех направлениях далеко идущие. Причем с твердой основой и конкретными решениями, считает аналитик и ученый Хайдар Капанов. Первое, что я могу бы отметить, это безусловно открытость. Будущий первый зам был открыт для всех нас. Когда он дал свой телефон в WhatsApp, мы начали, естественно, туда все скидывать. Есть же разный тип чиновников. Слава Богу, если он отвечает, он собирает совещание, есть конкретика решения вопросов, которые связаны в целом со всем комплексом функциональной задачи Акима. Это очень большой объем работы. Он тащит, он тянет эту работу. За год безусловно много не сделаешь, много не створишь. А если определить подходы, дать направление, я сам руководитель своего масштаба. Когда речь идет о масштабах страны, масштабах региона, я думаю, он на своем месте. И общественность в целом, я думаю, позитивно воспринимает, потому что мы часто в соцопросах, организовывая их, тоже общественный фонд стратегии, и Скалиев на хороших позициях. То есть это мнение, я думаю, не только мое личное, но и многих наших сограждан, что нам по большому счету повезло, что пришел руководитель, который видит, слышит и старается решать те проблемы, которые по большому счету накопились в прежние годы. Работа нашего депутатского корпуса, как бы, еще раз говорю, это открытость в первую очередь. Да, конечно, то есть нам сейчас намного проще общаться с властью. Поэтому, еще раз говорю, большое движение именно навстречу. Мы сейчас действительно работаем как одна команда, один кулак. Побывав в регионе с рабочим визитом в прошлом году, премьер-министр Аскар Мамин поручил проработать вопросы повышения местного содержания и подготовки кадров на разработке карачаганакского месторождения. В этом направлении были проведены личные встречи с руководством компании КПО Биви, достигнут ряд соглашений, в результате чего значительно обновлен состав специалистов с преобладанием местных работников. Создан тренинговый центр. Мы понимаем, что работа в сфере нефти и газа очень ответственны и требует квалификационных специалистов. Для решения этого вопроса мы совместно с вами хотим открыть обучающий центр. С 1 июля этого года мы хотим привлекать для обучения каастанских специалистов. В первые же месяцы управления Аким побывал в каждом районе области. Ознакомившись с ситуацией на местах и встретившись с сельчанами, он определил в каждом районе своего общественного представителя из числа авторитетных ответственных людей. Как общественный представитель Акимов по Теректинскому району Валерий Галаухов отметил большой сдвиг по жизнеобеспечению района и в сельской местности в целом. Ремонт дорог начался, проводят воду и газ. Десятки тысяч земли по области и тысячи гектар, несколько тысяч гектар по Теректинскому району вовлечены все в оборот. Такие вопросы поднимались, как субсидии по борьбе с вредителями. Все было. Субсидии на удобрения, на технику, на топливо. И самое главное, не было субсидий по борьбе с вредителями. Весь результат на смарку. И вот Акимов области молодец, поставил вопрос перед республикой. И сейчас субсидии выделяются и на обработку против вредителей. Также мы поднимали с оградниками другие вопросы, обсуждали. Все это открыто, все доступно. Просто приятно работать. Такую же открытость и готовность сотрудничать отмечают и зарубежные инвесторы. Представители США, Великобритании, Королевства Нидерландов, России, Латвии, Германии, Израиле и других стран проявляют большой интерес к региону. По итогам четырех месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал возрос на 18,8% и превысил 157 миллиардов тенге. Совет инвесторов поддержал 12 проектов почти на 47,7 миллиардов, созданием более 900 постоянных рабочих мест. Для привлечения инвестиций в область и внедрения крупных проектов планируется создание индустриальной зоны. В течение года в области заработал инвестиционный портал и центр обслуживания инвесторов, где любой бизнесмен может решить свои вопросы, в том числе по взаимодействию с госорганами. Заметили жители области и активность главы региона в социальных сетях. Так в фейсбуке Галий Скалеев объявил о двух новых проектах. Первый – это развитие придорожного сервиса, чему способствует создание кемпингов. И второй – 100 торговых мест. Сейчас на данный момент более 44 точек. В нашей области уже проведено 4 аукциона, открыто более 88 рабочих мест. И мы видим, что эта программа находит очень большой отклик среди предпринимателей малого бизнеса нашего региона. И мы решили ее дальше транслировать в районы. Сейчас отрабатываем вопрос по Бурлинскому району. Планируем открыть там же данные торговые точки. В целом инвестиционный климат и поддержка предпринимательства, она ощущается. Любой предприниматель может обратиться к каким областям напрямую. Он сам отвечает на все вопросы в социальных сетях. Всегда его политика направлена для поддержки и развития малого, среднего, крупного бизнеса и привлечения инвестиций в регион. Что касается земель сельхозназначения, здесь усилен контроль и меры в отношении нерадивых владельцев. По итогам 2019-2020 годов в области выявлены 860 тысяч гектаров неиспользуемых земель. 75 тысяч из них возвращены государству. В обороте уже 25 тысяч гектаров. Еще по 49 ведутся работы. Разработан и наполняется информацией геопортал. Теперь мы не допустим ложных показателей от земледельцев. Нужно в связи с этим провести разъяснительную работу с ними. Поручают также оказать всевозможную поддержку хозяйствам, готовым работать. Но из-за уважительных причин, таких как нехватка воды или средств, не могут развиваться. Нужно выяснить, какая им нужна помощь и по мере возможности помочь. Земельный фонд у нас большой. Этим нужно пользоваться эффективно. За пару недель Акимы районов и профильные управления соберите все проблемы и предложения. Мы рассмотрим их. И при необходимости на уровне правительства земля должна работать. За время пребывания на посту Акима Галий Искалиев регулярно выезжал на стройплощадки города и районов. Качество работ, продуманный подход к организации труда с привлечением местных безработных, экономия средств и соответствия графику – первое, что спрашивает глава области при инспектировании объектов. А в ремонте и строительстве дорог за качеством согласно договору дополнительно привлечены специалисты Национального центра экспертизы. В каждом направлении работа ведется согласно утвержденным планам, где главная цель – повышение уровня благосостояния граждан. Так, за время работы Галий Искалиева по водоснабжению введены в эксплуатацию 17 объектов в 22 сельских населенных пунктах. Планируется построить и реконструировать еще 23 объекта в 31 селе. Проведена газификация 9 сел Косталовского района. Планируется ремонт 18,5 километров автодорог, соединяющих южные районы с областным центром. Введут в эксплуатацию 450 тысяч квадратных метров жилья. А в целях ликвидации аварийных и трехсменных школ ведется строительство четырех объектов образования. Жители при Урале узнали нового Акима из точки зрения работы с общественностью, особенно когда вопрос касался судьбы парка культуры и отдыха и других важных для области вопросов. Все как-то приводится в состояние законности, в действии всех государственных органов. Они как-то вот налаживаются и приводятся к тому, как они должны были работать. Вот мне бы хотелось сказать в отношении ситуации с парком культуры и отдыха. Этот вопрос был поднят в общественность, это широко обсуждается в прессах. И его реакции, его действия были направлены на то, чтобы этот важный вопрос для нашего общества был решен именно обществом. Такой подход именно как Акима области в решении таких важных вопросов говорит о том, что есть надежда ему доверять именно в плане того, что все будет сделано на законных основаниях и так, как хочет общество. Умный регион, цифровые технологии – это еще одно ключевое направление области в последнее время. С недавних пор заработали колл-центр аварийно-коммунальных служб 109, единая дежурно-диспетчерская служба 112, также запущен проект Big Data – модуль бизнес. В связи с распространением коронавирусной инфекции разработан сайт stopcovid.kz. К слову, в режиме карантина на постоянном внимании руководство области, объекты бизнеса и социально уязвимые слои населения. Впереди очень много работы, в первую очередь по развитию экономики в посткарантинный период, в перспективе разработка и внедрения новых стратегических инициатив, при исполнении которых регион выйдет на качественно новый уровень.